День города День города Многочисленные площадки, спортивные, творческие, интеллектуальные, мастер-классы, игры, забавы. Любители спорта прямо на празднике могли продемонстрировать свои таланты. Можно всякие трюки сделать. Просто я не знаю, где находишься, но вот тут построили. А если в городе построить, ты будешь ходить? А можешь какой-то трюк сделать? Да. Сделай. О, да. О, да. Александр Терлецкий, руководитель общественной организации «За здоровый образ жизни» в честь Дня города, сделал подарок для любителей дворовых видах спорта. На собственные средства он приобрел и установил на Марацей спортивную площадку. Виды спорта дворовые. То есть это воркаут, кроссфит, паркур и так далее. Мы хотим показать, что людям интересно, что молодежь уходит на улицы, занимается. И все-таки это необходимо для нашего города. Настроение, как и погода у горожан, было отличным. На площади все поздравляли друг друга и любимый город. Чтобы процветал, всех радовал, родной стал. Нравится. Добрые люди. Хорошего настроения, отличного. Погодки, чтобы недельку постояла. А любите Наринвард? Очень, конечно. А как же? Он хороший и добрый. А какие у тебя любимые места в этом городе? Новая площадь и старая. Праздник вкуса и интересов так жители и гости города назвали этот день. На этот раз народное гуляние и большую культурную программу совместили с красногородской ярмаркой «Солотая ныря и золотая осень». С участием сельхозтоваропроизводителей, городских предприятий и предпринимателей. И результат превзошел все ожидания. Более 40 торговых точек. Ярмарка официально открылась только в полдень. 42 палатки не смогли поместиться на площади. Для этого часть улицы перекрыли. Мясное, молочное. Долго стояли? Ну, где-то минут 20-30. За сметаной, за творогом, за сливками. Масло сливочное. Молочная продукция очень вкусная. Очень даже разбирают хорошо. Нашу продукцию очень любят. И разбирают. Вот осталось. Маслица и творожка. И сновид приезжали. У нас полностью на ура все ушла. Вся продукция. Свою продукцию представили более 12 предприятий. Великовисочный животноуческий комплекс. Рыболовецкий колхоз Сула. Копхоз Ерф. Ненецкий рыбак колхоз Союз. Ненецкая промышленная компания. Кооператив ХАРП и другие. На прилавках огромный ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции. Разнообразие вкусов. Разнообразие интереса. Очень даже интересно. Что-то купили уже? Сувениры. Наши на Ринмарске. А кому подарите? Себе оставим. Ближе к вечеру главные события юбилея перенеслись в Дом культуры и на стадион детско-юношеского центра «Лидер». Там состоялся товарищеский матч двух сильнейших команд округа «Спартак» и поселка «Искатели». На стадионе «Дюц Лидер» собралось порядка ста человек. За «Искателей». А конкретно за кого? За Лешу Ушканова. Почему? Потому что он у нас знакомый. За Синих. За сборную. За сборную. Почему за них? А у меня там племянник играет. Будем поддерживать более слабую команду, которая сейчас играет на поле. Как вы оцените себя? Ну, по составу посмотреть. Я думаю, очень довольно равный состав в командах. Поэтому ожидаем хорошую игру. Это самое главное. Настроение у болельщиков было праздничное. Даже гол ворота любимой команды не испортил настроение. Открыли счет искательские футболисты. В первом тайме мяч ворота противника забил капитан команды Владимир Горечевский. Не сказал бы, что готовились. Просто всегда все лето мы постоянно ходим на поле, собираемся команды. Ну, дворовыми такими. Так для себя побегать. А так к этому матчу не готовились. А команду собрали. Те, кто остался, наверное, все много. Кто поуезжал, молодежи. Кто учится, кто куда. Кто еще в отпуске. Игроки Спартака были расстроены не только забитым мячом в свои ворота, но и сокращением времени в первой половине игры. Вместо положенных 40 минут игра длилась 34. По словам главного судья Игоря Лузгина, это сделали неспроста. В 8 часов вечера начинался праздничный концерт. К тому же матч товарищеский. Результат не совсем важен. Важен, что ребята любят футбол, играют в него. Имея любую возможность, любое приглашение, всегда соглашаются, несмотря ни на что. Даже сегодня, может быть, у кого-то там банкеты, день рождения, свадьбы и так далее. Всегда хотят, с желанием приходят и играют. И это радует, потому что все-таки изначально футбол – это же спорт номер один. Боевой настрой искательцев сохранился и во втором тайме, и определил исход игры. 3-1. Если на стадионе был спортивный азарт и нешуточные страсти, то на главной сцене Дома культуры царила музыка, проходил фестиваль «Дни высокой музыки» в Арктике. На великих скрипках «Страдивари», «Амати», «Гварнери», «Гвадонини» и «Вильома» сыграл всемирно известный исполнитель Дмитрий Коган. С особой честью я сегодня хочу представить здесь пять великих скрипок, которые три дня назад специально прибыли в Россию из разных коллекций, лучших мировых коллекций, для того, чтобы сегодня я мог здесь их презентовать. За три дня музыкального марафона со сцены культурно-делового центра прозвучали десятки произведений композиторов в исполнении начинающих музыкантов и признанных профессионалов своего дела. О будущем фестиваля «Дни высокой музыки» Дмитрий Коган и Игорь Кошин уже договорились. Ровно через год на главной сцене региона пройдет третий фестиваль. По словам художественного руководителя проекта, готовиться к будущей поездке в Наринмар артисты начнут уже после Нового года. На протяжении всего дня горожане и гости города могли посетить различные выставки, экспозиции в музеях, выставочном зале, центральной окружной библиотеке. Вечерняя финальная часть дня города завершилась праздничной дискотекой для молодежи. На сцене снова зажигали студия современного эстрадного танца «Файтун», «Либерти» и эстрадно-джазовая студия «Импровиз». Люди не расходились даже после дискотеки, долго гуляя по улицам родного Наринмара.